МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Эфир продолжает выпуск новостей в студии Анастасия Чернитинская. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ряд общественных организаций выступили с инициативой собрать средства и материальную помощь пострадавшим от наводнения жителям Дальнего Востока России. Одним из первых откликнулись члены Приднестровского правительства. Для этих целей уже открыты счета в Приднестровском сберегательном банке. Вы видите их на экранах. Хотим предложить вам рассмотреть такое предложение, чтобы проголосовать и принять решение, чтобы правительство отработало один день рабочий, отправило средства, перечислило на счет помощи пострадавшим от наводнения. С подобным предложением просим обратиться руководители ведомства к своим ведомствам. И, кроме того, используя средства массовой информации, обращаемся к руководителям предприятий всех форм собственности, обсудим в коллективах. Деньги, продукты, теплые вещи и предметы первой необходимости. По меньшей мере 135 тысяч человек сегодня в этом нуждаются. Россия никогда не оставалась в стороне от чужой беды, будь то Приднестровье, Украина, Китай или Никарагуа. Но сегодня помощь нужна самим россиянам. Теперь высшая первая, вторая категория – это не только звание учителей. Новое положение об обязательной аттестации повысит уровень образования в сельских школах, считают в Минпросе. И теперь каждые пять лет учителя будут проходить переаттестацию независимо от опыта работы. Категория будет существенно влиять на оплату труда педагогов. В части того, что ввелось новое, это обязательность аттестации на соответствие занимаемой должности. И произошли определенные изменения в части присвоения категории. Помимо вопроса обязательной аттестации педагогов, также были подготовлены дополнения в положение по проведению ЕГЭ. Выяснялись нарушения со стороны организаторов. Кто-то приносил мобильные телефоны, кто-то приносил словари по иностранному языку, в частности, наблюдались. Для того, чтобы снять, снивелировать все эти вопросы, необходимо внесение дополнения в порядок проведения ЕГЭ, для того, чтобы больше эти нарушения не имели места. Документ, принятый на Совете по образованию, будет передан на рассмотрение в коллегию Министерства просвещения и уже до конца этого года перейдет на утверждение в Министерство юстиции. Подготовку к предстоящим холодам обсуждали на сессии столичного горсовета. Среднесуточная температура воздуха в Тирасполе на сегодняшний день около 11 градусов тепла. В случае, если столбик термометра опустится до 8 градусов, и такая погода продержится трое суток, то в этом году отопительный сезон столицы может кончаться раньше обычного. Например, в прошлом году отопительный сезон начался 16 октября. То есть, в среднем он так где-то в середине октября плюс-минус 3-4 дня начинается. Что касается подачи тепловой энергии в объекты, скажем так, бюджетной сферы, это детские сады, школы, больницы в том числе и так далее. Конечно, отопительный период нужно начинать раньше. Валерий Пономаренко отметил все ремонтные и профилактические работы магистральных трубопроводов уже завершены, и террас теплоэнерго готова подавать тепло в город уже сегодня. Коллективы из 15 стран мира, от Кубы до Канады, от Индии до Великобритании, собрались на джазовом фестивале в Одессе. Среди участников был и преднестровский квинсет Ливерси. Четыре дня подряд виртуозы своего дела привлекали внимание не только ценители джаза, но и обычных прохожих. Настоящий праздник настроения на свежем воздухе в городском саду. Для них не столь важно географическое и политическое положение страны, как то, почему вы играете эту музыку, почему она для вас важна, как вы достигли подобных результатов. Вот это больше интересует музыкантов. Всегда выступаем под своим флагом Приднестровско-Молдавского республика. Это очень, в первую очередь, приятно и для нас, я думаю, что и для самого Приднестровья, то, что мы представляем нашу республику. Приднестровский коллектив по собственному признанию среди музыкантов из других стран чувствовал себя очень органично, ведь для него не существует географических и языковых преград. А уже сегодня Кишиневский этно-джаз-фестиваль на один вечер переместится в столичный дворец республики. Зрителей ждет выступление трио из Австрии, Приднестровского квинтета Ливерти и еще одного интернационального коллектива с участниками из Франции, Мали и США. Архиепископ Тираспольский и Дубасарский Савва сегодня отмечают свой 55-й день рождения. Поздравить его прибыли иерархи из России, Украины, Казахстана и даже Греции. Накануне священнослужители возложили цветы на столичном мемориале славы, а также посетили Тираспольский объединенный музей. А в соборе Рождества Христова с участием всех прибывших гостей прошла служба. Священнослужители из России, Украины, Молдовы, Казахстана и Греции. Каждый из них свои молитвы к Богу обращал на родном языке. Про его службы митрополит Кишиневский Владимир. Сегодня большой праздник. Его отмечают и католическая, и православная, и древневосточная церкви. Так совпало, что в день воздвижения Креста Господня свой юбилей отмечает владыка Савва. Я всей душой желаю ему величайших успехов, потому что его успехи – это наши успехи, это успехи нашего города. И Божьей милостью, чтобы все здесь сделалось во славу Божию и на пользу людям. Сегодня в планах у священнослужителей посещение храма Александра Невского в Бендерах. На этом наш выпуск завершен. Хорошего дня и оставайтесь на первом. Стильно, солидно, уникально. Элегантность каждой модели подчеркнет ваш утонченный вкус. Эстетика в деталях. Оцените свою индивидуальность. Женская и мужская одежда для истинных ценителей по-настоящему хороших вещей. Торговый центр «Минск». Бутик номер 14. Профнастил, металлочерепицу, металлические листы с полимерным покрытием и доборные элементы кровли теперь можно заказать у проверенного партнера. Фирма ООО «Доброво» гарантирует высокий уровень качества продукции. Современное оборудование, добротные материалы – превосходный результат, удовлетворяющий ваши требования. Большой выбор цветов и оттенков – железное качество. Вашему дому будет уютно под кровлей от компании «Доброво». Вдохновляет, шокирует, увлекает. Новая коллекция испанской плитки в АБЦ. АБЦ. Это надо видеть. Эх, вернуться бы в беззаботное детство, когда самой большой проблемой становилась сломанная машинка, не говоря уже о том, что спать можно было, сколько влезет. Ну, я бы так не сказала. Уже лет с трех нас каждое утро будили и отправляли в детский сад. Затем школа и опять же сонное утро. Университет и сны на первых парах. Теперь вот работа, а это пробуждение по утрам до самой старости. Ладно, убедила. Мы все спим ровно столько, сколько отведено тем или иным жизненным периодом. Но все-таки в детский сад я бы на денек вернулся. Зачем? Поспать в обед. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кстати, моя мама работает как раз в воспитательном детском саду. Я никогда не понимал, как ей удается справляться со всеми. Но, по-моему, каждый родитель, который приходит за своим чадом в садик, спрашивает именно об этом. Однажды мне удалось побывать на ее месте. Ты что, работал воспитателем? Можно и так сказать. Как-то летом я устроился вожатым в лагерь. Нас было трое, ну, то есть вожатых, а детей 44 человека. Поначалу было очень сложно, но потом я понял, что каждому из них нужен свой особый подход. Именно за это дети любят и уважают своих воспитателей. Когда смена закончилась, дети даже не хотели уезжать домой. Да, вот так вот. Так им понравилось. Ну, я уверена в этом. Для того, чтобы взять на себя такую ответственность, как воспитание чужих детей, нужно быть очень смелым человеком. Достаточно быть фанатом своего дела. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! И вот так уже 15 лет подряд Наталью Юрьевну окружают маленькие мальчишки и девчонки. В детстве она мечтала стать учителем начальных классов. Однако, повзрослев, поняла, что к дошкольникам ее тянет больше. В детский сад я пришла работать еще с 98-го года. То есть мне практически было 17 лет. Я пришла в детский сад, не имея педагогического образования. Но очень хотела его как бы получить. Придя в детский сад, я обучалась в техникуме на юриста-экономиста. То есть вообще далека была от педагогики. Но, тем не менее, мне поверили, в меня поверили. То есть сразу я пошла работать с большими детьми в подготовительную группу. Конечно, изначально у девушки без специального образования и опыта работы получалось не все. Однако, любовь к профессии помогла ей освоить все необходимые навыки и получить второе, но уже дошкольное образование. На протяжении ряда лет я успешно себя зарекомендовала в должности воспитателя. И на то время руководитель детского сада предложила мне повысить свою квалификацию, повысить свою должность. Меня перевели специалистом. То есть это немножко уже на ранг выше воспитателя. Я была воспитательным методистом по приоритетному направлению, а именно занималась экологическим образованием. Но это связано еще и с тем, что у меня первое высшее образование, я была географом. Поэтому мне это тоже было близко. После было назначение на место заместителя по образовательной деятельности, а потом и ответственная должность заведующей детским садом. Но и на этом карьерный рост Натальи Юрьевны не остановился. Меня назначили заместителем начальника управления народного образования по дошкольному образованию. То есть, конечно, я возглавила уже немножко другое направление, более сложное, более ответственное. Но тем не менее, проработав полгода в этой должности, и все-таки поняв для себя, что сад – это, наверное, моя вторая жизнь, мое внутреннее такое эго, я приняла решение вернуться в свой родной детский сад, детский сад номер 17, но тем не менее, не оставив и данную должность. Немножко ее понизив, потому что я перешла к главным специалистам по дошкольному образованию. Теперь все свои творческие способности и любовь к детям Наталья Юрьевна вкладывает в любимое дело. Руководитель детского сада неотъемлем ни от работы воспитателя, ни даже от повара или музыкального работника. Хорошо, что практически через все ступени она прошла лично, ведь только так можно стать хорошим руководителем. Браво! Молодцы! Очень красивый танец! Умнички! Руководитель должен знать все. Он должен знать и методику преподавания занятий, да, как воспитатель. Он должен знать санпины, потому что это касается помощника-воспитателя, да, он должен ему помочь, научить, подсказать. То есть он не может не знать методики преподавания музыкальных занятий. Вот, поэтому, конечно, в этом направлении руководитель не только должен, но и обязан постичь все, во всяком случае, профессии. Где-то практической стороны, но где-то и теоретической части. Многие считают, что работа заведующей детским садом подразумевает, что руководитель постоянно находится в кабинете в окружении вороха бумаг. Однако настоящая заведующая постоянно в движении. Она должна успеть забежать на кухню, пройтись по группам, заглянуть в музыкальные и спортивные залы. И это еще далеко не все. Что мы сегодня готовим? Так, у нас сегодня суп селька дай, каим. А ну-ка, давайте посмотрим. Пожалуйста. Хорошо. Он у нас такой быстрый, давайте. Дошкольный работник – это прежде всего человек, любящий детей. То есть не может дошкольный работник быть черстым человеком. Я всегда говорю своим сотрудникам, своему коллективу. Прежде всего надо ребенка уважать. Если будет уважение к ребенку, ребенок вам поверит, ребенок это почувствует. И у вас всегда будет контакт, и ребенок даст результат. А на результат мы сегодня работаем. Дети, запах сада, праздники, развлечения, радость, а иногда и огорчение. Без всего этого сегодня Наталья Юрьевна уже не представляет своей повседневной жизни. И именно таким должен быть настоящий фанат своего дела. Пришло время подарков. Прямо сейчас мы подведем итоги нашей утренней викторины. Со вторника по четверг вы активно принимали в ней участие. И сейчас мы узнаем, кто же выиграл главный приз. И подушку в виде полена заработала Наталья. Набор походных стаканчиков отправляется Александру Шульгину. И замыкает тройку победителей Ирина Бондар, которая выиграла ложку-вилку-нож в одном наборе. Вы также можете принять участие в нашей викторине и выиграть не менее ценные призы. Следите за утренним эфиром со вторника по четверг. Отвечайте на вопросы и выполняйте задания. А в пятницу ищите себя в списках победителей. Каждый день таит в себе непредсказуемые события. И все же кое о чем мы можем вам рассказать. Общий гороскоп для всех знаков на сегодня таков. Сегодня следует верно соизмерять свои амбиции и возможности. Этот день вряд ли способен заметно продвинуть вас в карьерных делах, так как общий настрой сегодня не располагает к продуктивной работе. Если вы наметили на сегодня нечто ответственное и трудоемкое, нет никаких гарантий, что вам удастся это осуществить. Лучше не заниматься практическими действиями, а составить для себя теоретический план на ближайшее время. Ну а что звезды обещают каждому знаку зодиака в отдельности, узнаете из ежедневного гороскопа. Овнам звезды советуют сегодня постараться на некоторое время отложить все свои проблемы и уйти просто немного отдохнуть, а бизнес никуда не убежит. Тельцам непременно сегодня нужно заняться второстепенными делами, отложив реализацию новых проектов на следующую неделю. Так будет гораздо лучше для дела. Очень удачный день сегодня у близнецов. Звезды к вам благосклонны. И этим стоит воспользоваться. Можно начинать работу над новыми проектами, участвовать в важных переговорах, встречаться с потенциальными партнерами и работодателями. Перед вами открываются новые перспективы. Дела, за которые вы беретесь в этот день, будут способствовать реализации вашего творческого потенциала. Очень удачным день будет сегодня и у раков. Все, за что вы беретесь, получается у вас наилучшим образом. Можно не только навести порядок в собственных делах, но и вмешаться в чужие. Окружающие будут вам за это бесконечно благодарны. Могут возникнуть серьезные проблемы сегодня у львов, однако вы быстро справитесь с ними. Очень полезным оказывается умение ладить с людьми. Именно благодаря ему вы быстро находите союзников, не остаетесь наедине со своими трудностями. Девам звезды советуют постараться быть на виду. Чем больше внимания вы привлечете к себе, тем лучше. Легко завязываются знакомства, не исключены встречи с известными особами, состоятельными и влиятельными людьми. У весов сегодня есть большой шанс добиться огромных успехов. Ваши решения отличаются смелостью, а поступки – оригинальностью. И именно поэтому вы добиваетесь своего гораздо быстрее, чем представители других знаков. Несмотря на отдельные трудности и порой возникающие проблемы, День Скорпионов складывается удачно. Вам везет в финансовых делах, возможно, значительные денежные поступления и выгодные сделки. О покупках жалеть не придется. Стрельцам нужно изменить подход к стоящим перед вами задачам. Если это произойдет, то вы сможете быстрее решить их. Поаккуратнее обращайтесь сегодня с финансами. А вот козерогам нужно запастись терпением. Только в этом случае вам удастся избежать конфликтов с окружающими, которые то и дело провоцируют вас и испытывают на прочность. У водолеев сегодня возможное удачное завершение давнего проекта заключения контрактов с иностранными компаньонами. Рыбам сегодня можно принимать важные решения, но не стоит спешить с их реализацией. Воздержитесь от заключения крупных сделок, не покупайте дорогих вещей. Вообще, для решения финансовых вопросов это не самый благоприятный день. Сегодня мы отмечаем сразу два праздника День воспитателя и Всемирный день туризма. Всем воспитателям хотелось бы от души пожелать здоровья, терпения, любви и успехов. А туристам острых ощущений, романтики, новых мест и новых знакомств. О двух праздниках мы рассказали, но об остальных событиях, связанных с сегодняшним днем, в нашей следующей рубрике. Приветствую вас. К концу подошла еще одна неделя. Вот что хочу рассказать вам в преддверии выходных. Сегодня Всемирный день туризма. Должна признать, что этот праздник в какой-то степени имеет отношение ко мне лично. Мое основное образование связано как раз с этой индустрией, так что мне особенно приятно говорить об этом дне. К слову, это одна из самых бурно развивающихся отраслей в экономике. Уступает лишь таким гигантам, как автомобилестроение и нефтедобывающая промышленность. Но для нас с вами, наверное, не это главное. Туризм – это в первую очередь возможность знакомиться с миром, новыми людьми, расширять свой кругозор и получать яркие впечатления. Собственно, если вы более чем на сутки пересекали границу родного государства, то вы автоматически считаетесь туристом. Думаю, каждый из нас побывал в этом приятном статусе. Желаю нам всем путешествовать как можно больше. Еще хочу рассказать вам, что в 1960 году началось строительство Останкинской телебашни. К слову, она входит в десятку самых высоких зданий в мире. Ее высота – 540 метров. Башня спроектирована архитектором Никитиным. Говорят, он придумал проект всего за одну ночь, а образом башни стала перевернутая лилия. Как бы там ни было, на сегодняшний день – это святая святых российского телевидения. Сегодня в пору будет рассказать также о Казанском соборе. Это один из крупнейших храмов Санкт-Петербурга. Он был построен на Невском проспекте в 1811 году, а уже после Отечественной войны 1812 года он стал настоящим памятником русской воинской славы. Собор начали возводить еще в 1801 году по указу Павла I. И только через 10 лет, 27 сентября 1811 года, храм был освящен. Закончить хочу тем, с чего начала. Еще раз пожелать вам приятных туристических поездок, отправиться в которые можно уже в ближайшие выходные. Приятного отдыха! В каком хорошем бы настроении мы не проснулись, и как бы не настраивали себя на позитив, все может испортить погода. Как только ты выходишь на улицу и понимаешь, что одет не по сезону, солнца в небе нет, а из туч на тебя льет, как из ведра, настроение портится мигом. Возвращаться ты, конечно, не будешь, потому что плохая примета. Ну а если вернешься, то уже вряд ли уйдешь из уютного и теплого дома. Чтобы в эти выходные вы были одеты по погоде, а настроение ваше не падало, Екатерина Алексичук заранее узнала о том, какая погода ждет вас в ближайшие два дня. Уже многие специалисты окрестили первый месяц осени нынешнего года аномально дождливым и холодным. В Москве, например, сентябрь стал самым мокрым за 128 лет. Там выпала 3-месячная норма осадков. Досталось также и Украине. Что же до нас, то мы не отстаем от рекордсменов. Чего еще ждать от погоды, мы узнали у республиканских синоптиков. Бабье лето в этом году не как всегда. Наступление его непредсказуемо. А если и браться за прогноз, то опоздание в месяц вероятнее всего. Традиционное двухнедельное лето в разгар осени в этом 2013 году весьма отдаленно будет напоминать оригинал. Несколько малооблачных дней с неизменным утренним флером прохлады и можно будет считать бабьим летом. Но и его придется подождать. А в ближайшей перспективе ожидаем вторжение холодного воздуха из Скандинавии. Осадки в пятницу пройдут мимо нас. Дневная температура не поднимется выше 14 градусов. Выходные удивят ночными показателями. Температура в субботу и воскресенье от 3 до 6. Дневная предсказуема 13-14 со знаком плюс. Благо без осадков. Что же до многолетних наблюдений за сентябрем в наших краях, таким пасмурным он не был давненько. Да и норма осадков почти втрое превысила обычную. Но погода не всегда была по расписанию. Так в начале октября в разные годы, к примеру, были зафиксированы как абсолютный минимум минус 8-9, так и максимум 30-33 градуса. Так что не перестаем удивляться капризам осенней погоды. Ну а мне хочется закончить прогноз словами из песни. Главнее всего погода в доме. А все, что кроме суета. Да будет так удачных выходных. Дима, а как ты относишься к необычным рюкзакам? Честно говоря, мне кажется, это забавно, но и как-то странно в то же время. И в этом я с тобой полностью согласна. Но чтобы нашим телезрителям стало понятно, мы немного им подскажем и покажем то, о чем мы с тобой сейчас говорим. Как вам весьма необычный и экзотический рюкзак в виде жуков, пауков и прочих насекомых? Или носить за своими плечами целый мир? Ну а это из серии «Что-то милое и детское». Ну, в общем, на любой вкус. Что самое интересное, это действительно носят. Ну а как правильно выбрать тот самый рюкзак, расскажет Александра Шепилова. Всем нам хоть раз в жизни приходилось пользоваться рюкзаком. Это, пожалуй, самый удобный и наиболее полезный вид сумки. Нагрузка равномерно ложится на плечи и спину, а руки остаются свободными. Рюкзак для меня незаменимый помощник. С ним и путешествовала, и на прогулки с дочкой ходила, когда нужна масса необходимых мелочей, да еще и пару игрушек с собой захватить. И в походах он меня сопровождал. Сегодня можно встретить рюкзаки самого разного назначения. Альпинистские, велосипедные, городские рюкзаки для повседневной носки личных вещей, ну и, конечно же, туристические. Признаюсь честно, я не часто покупаю рюкзаки, ведь старый он как-то ближе и роднее, уже оброс историями и воспоминаниями. И когда все-таки приходится прощаться со старым другом, выбор рюкзака сводится к тому, что я покупаю тот, который нравится. Но давайте все-таки узнаем, на что надо обращать внимание при покупке такой практичной вещи. Да, конечно, рюкзак неплохой, но прежде всего надо обратить внимание на материал. Посмотрите, какой тоненький материал. Естественно, дождь, камушки с нижней стороны, если вам придется где-то его ставить на земле, оставить свой след. Поэтому, естественно, должен быть крепкий материал, в первую очередь. Дальше. Должны быть удобные лямки. У вас удобные, хорошие лямки. Спина очень хорошая. В данном случае имеется крепеж нормальный, видите, стоит рюкзачок, то есть как бы он крепенький такой. Ну и есть все необходимое для того, чтобы его одеть вокруг пояса, для того, чтобы он был полегче. Итак, покупая рюкзак, обратите внимание на материал, из которого он сделан. Лучше всего – плотная водонепроницаемая ткань. Лямки рюкзака должны быть широкими, мягкими и регулироваться по высоте и натяжению. У хорошего рюкзака есть ремни для крепления дополнительного снаряжения – спального мешка, каремата или палатки. Некоторые рюкзаки оснащены чехлом-дождевиком. Он крепкий, этот рюкзак имеет множество карманов, обратите внимание. Очень удобные лямки, мягенькие, хороший пояс в этой рюкзака, вот хороший пояс, очень хороший пояс. И, естественно, удобные застежки для того, чтобы регулировать высоту, ширину, объем самого рюкзака. Можно в нем и меньше нести груза, и больше, он всегда будет красивый. Оказывается, выбрать рюкзак совсем несложно, тем более теперь, когда вы знаете все нюансы. Как выбрать правильный рюкзак, чем его наполнить, а главное, куда отправиться, чтобы получить максимум впечатлений, точно знает наш сегодняшний гость. Она прошла не одну сотню километров по самым красивым местам Приднестровья. Да еще не одна, а в компании желающих узнать побольше о нашей республике. Знакомьтесь, гид-экскурсовод Анжела Петровна Пономарева. Доброе утро. Доброе утро, Анжела Петровна. Доброе. Ну и расскажите нам о наших приднестровских туристах. Куда они любят отправляться больше всего? Какие маршруты наиболее популярны? Очень приятно, что вообще наши приднестровцы любят путешествовать. Конечно же, наш край благодатный и очень красивый. Поэтому самые востребованные маршруты – это те маршруты, которые связаны, конечно, с природными объектами. Многие наслышанные туда очень часто любят выезжать наши туристы – это, конечно же, строенцы. Строенцы – это заповедные ущелья, это водопады, которые не могут не волновать, это старая мельница, у которой они любят отдыхать, это богатая история, связанная с бароном Витгенштейном, его террасы. Очень красивый ландшафт Днестра. Это первый объект посещения. Но, конечно же, второй объект, не менее интересный, но большой поток туристов, как наших, так и иностранных групп. Это, конечно же, знаменитая турецкая крепость, которая находится недалеко от террасполя. Это Бендерская крепость, построенная Синаном Каджой. Это второй объект. То есть на экскурсию туда уже можно попасть без проблем? Конечно, без проблем. Потому что ежедневно устраиваются такие экскурсии. Туда можно попасть не в любое время суток, конечно же, но в течение дня самое главное, чтобы было желание. И какие еще, вот вы говорите, Бендерская крепость? Это второй объект посещения. Третий объект, не менее значимый для нашего государства, он сейчас восстанавливается, потому что долгое время он был заброшен. Это знаменитый Чобручский парк имени Дмитрия Кирилловича Родина, который находится в селе Чобручи. Этот объект очень красив. Когда-то там было очень много воды, был Лебяжий дворец, плавали кувшинки в прудах. Конечно же, поэтому поток туристов был очень большой, потому что этот природный памятник и архитектурный памятник, он в 1982 году занял первое место. Не просто первое место, а заработал золотую медаль. Таких парков было всего пять. На уровне, скажем, Санкт-Петербург, Москва, Белоруссия. И представляете себе наш парк. Конечно же, наших экскурсантов это место очень интересует. Ну и плюс ко всему, мы показываем не только сам парк, но и показываем один из лучших объектов, довольно древний объект. Это, конечно же, скифские курганы. Рядом с Чобручем их очень много. Один прям стоит у дороги, хорошо виден. Еще один объект пользуется спросом. Это, конечно же, Кицканский, Новонемецкий, мужской монастырь. Это, пожалуй, самый большой монастырь по количеству насильников, то есть монахов на территории не только Приднестровья, но и Молдовы. Поэтому он вызывает повышенный интерес. Ну и плюс там монахи живут по очень строгим правилам. Это еще один объект. А экскурсии не мешают монахам? Вы знаете, их почти не видно. Я так думаю, что паломники или экскурсанты этому не помеха. А наоборот, мы приоткрываем завесу, насколько сложно быть монахом. Потому что кажется, ну что тут такого, да? Помолился. Ну что делает монах? А на самом деле это огромный труд. Он живет в труде. А, конечно, это борьба со страстями. А мы, когда приходим, эти страсти привносим в монастырь. Также вызывает повышенный интерес. Это, конечно же, Каменка, то есть северная точка нашего Приднестровья. Каменка и Рашков. Каменка, опять же, пребывание русских дворян на этой территории. Мы рассказываем о Золотом веке Каменки. Ну и Рашков, потому что в Рашкове есть остатки, сохранились, вернее, остатки синагоги. Это нужно посмотреть с географической точки зрения. Там великолепное обнажение. И, конечно же, рассказывается взаимосвязь, такая историческая. Рассказывается о Богдане Хмельницком и дочери господаря Василия Лупу. Их взаимоотношения, что случилось. Трогательная очень история. Ну и вообще богат, наш край вообще богат с исторической точки зрения. Потому что в ходе экскурсии, во-первых, чтобы доехать на самый север, мы проезжаем такие города, как Рыбница, Дубосара, Григориополь. И везде рассказываем о том, что же здесь было раньше. Вот скажите, к примеру, вот сейчас много людей, естественно, работают, у них постоянно нет времени. Количество времени, на которое уходят на экскурсию, приблизительно? С утра до вечера, либо, может, в обед? Как-то вы попадаете назад? Да, да, да. Есть, конечно же, у каждого экскурсионного объекта, у каждой экскурсии есть определенная продолжительность. Ну, к примеру, естественно, чем ближе объект, тем меньше тратится времени. Если, к примеру, выезжаешь и хочешь услышать и увидеть, потрогать развалины, потрогать хорошо сохранившиеся бастионы нашей бендерской крепости, то такая экскурсия длится, к примеру, 4 часа. Тот же самый Чобручи, парк скульптур имени Дмитрия Кирилловича Родина, тоже в среднем выходит где-то 4 часа. То есть чем дальше объект, тем дольше протяженность. Но есть такие объекты, поверьте мне, знаете, как ты находишься там, и тебе домой приезжать не хочется. Настолько красиво вот к этому объекту относятся струинцы, что там можно проводить, ну, не знаю, целый день, и тебе не наскучат пейзажи. И многие люди, вот, например, струинцы, двигаться нужно, конечно же, потому что это горный ландшафт. Устаешь, но когда приезжаешь домой, примешь душ, ляжешь на свой любимый диван, понимаешь, насколько прекрасен мир. Да. Скажите, а возможно ли какие-нибудь долгодневные, долгосрочные, скажем так, маршруты, походы, в которых можно посидеть у костра, поиграть в старик? Конечно, да. Вы знаете, вот вы заговорили о костре и палатках, я сразу вспомнила свое детство, потому что я выросла на этом, то есть мне понятен, что такое рюкзак, что такое однодневный выход, или два дня проводишь вне дома. Это, конечно же, очень интересно. К большому сожалению, наши дети, которые подрастают, я уже не говорю о взрослых, ну, взрослым это более понятно, потому что мы на этом выросли, к примеру, мое поколение. Вот отсутствует все меньше и меньше таких детей, которые, или людей, которые хотят провести нестандартно, потому что это на самом деле нестандартная ситуация вне дома, да, в палатках, где... Для многих уже даже экстремально. Да, это, кстати, экстрим, это стопроцентный, потому что, ну, к примеру, если летнее время, это комары одолевают себя, да, искупаться в Днестре нужно, это не душа, приготовление пищи на костре, к примеру. Вроде как есть такие небольшие минусы, но это отключение от действительности. Вот почему многие иностранные группы очень любят такой дикий отдых, потому что ты отдыхаешь от проводов, ты отдыхаешь от той мебели, которая окружает тебя, ты буквально переключаешься, мозг ни о чем не думает. Конечно же, вот когда может это прийти любовь или вот это ощущение, ну, радости, когда ты видишь, что рядом, например, пролетел зимородок, или пробежала лисичка, и ты ее видишь в действительности, или белочка с веткой на ветке перепрыгивает, это можно полюбить, когда ты прививаешь это с малого возраста, то есть школьный возраст. Все меньше и меньше школьников путешествуют с рюкзаком, все меньше и меньше. Хотя, мне кажется, это очень необходимо, потому что мы не только, находясь в лесу, получаем какое-то эстетическое удовольствие, но и практические навыки, потому что все может быть, может быть, когда-нибудь закончится свет, интернет, вода, газ, и мы уйдем в леса. Не дай бог, конечно. Да, не дай бог, конечно, но все же мы должны как-то уметь приспособиться к жизни. Конечно же, такие маршруты, они многому обучают. Ну, к примеру, даже элементарно, если говорить о детской группе, да, о школьном возрасте, ребенок учится складывать свои вещи, то есть собирать, разбирать того, чего он не делает дома. Ведь зачастую родители балуют своих детей. Да, давай ты побыстрее, да, я тебе все там сложу. Это первое. Второе. Приготовление элементарной пищи. Потому что дежурство обычно. То есть, к примеру, одна группа готовит сегодня завтрак, другие готовят обед, третий ужин. Это дисциплинирует детей. Ну и плюс ко всему, значит, на самом деле, там развести костер, найти в лесу нужный хворост. Это тоже навыки, которые в жизни потом, естественно, пригодятся. Срубить нужный сук, как нужно это сделать. Этому всему мы учим. А вот, к примеру, такие походы, вот, ну, в июне лучше, конечно, проводить водные походы, то есть на байдарках, это экстрим, опять же. Но рюкзак на себе, правда, не нужно нести, но ты отвечаешь за свою лодочку. Ее нужно вовремя вынести на берег, высушить, достать вещи из полиэтилена, там перекладываешь. Интересно. Я уже не говорю об оздоровлении. Всегда говорю так, что если вы хотите молодым девушкам, кто постарше уже, подкачать, чтобы приезд был хороший, вам, конечно же, нужно выйти хотя бы на неделю, на воду, и сесть в байдарку, чтобы привести тело в порядок, потому что все играет после этого. Да. Скажите, а чем еще увлечены приднестровцы? Куда они отправляются за границу? Вот о местных достопримечательностях мы поговорили. А куда они предпочитают выезжать? Ну, чаще всего, конечно же, это ближайшее государство, это Украина. Ну, нельзя не вспомнить о Крыме. Крым — это такое место благодатное, потому что каких-то 600 километров, и ты можешь оказаться уже в субтробиках. И что самое интересное, Крым можно смотреть в любое время года. Он хорош. Весна, лето, осень, зима — все своеобразно. Конечно же, чаще всего выезжают, естественно, туда. Потом рядом с нами город-миллионер Одесса. А в Одессе, извините, сам микроклимат города весьма интересный. Говорят, что нет такой национальности — Одессит. Но ты, когда приезжаешь в Одессу, ты понимаешь, что такое есть, потому что их манера разговора, их мышление, оно отличается от нас. Город очень красивый, здание, потому что там особенно заповедная часть Одессы, что не здание, то исторический памятник. А вот туры для любителей острых ощущений. Такие у нас тоже присутствуют, и есть такие люди, которые хотят ощутить вот этот адреналин, который вырабатывается. Это, конечно же, один из таких экстремальных туров, куда я, кстати, приглашаю новобрачных. Но прежде чем заключить брак, я считаю, что молодожены должны пройти это испытание. То есть взять своего любимого, взять вещи для того, чтобы переодеться, потому что эта пещера совершенно дикая, пещера сюрпризная, то есть она состоит из известника-ракушечника. Но чем она хороша? Там есть всевозможные лазы. Ты не просто гуляешь, взявшись за ручку, но там нужно где-то проползать, где-то пробираться. И, естественно, человек, находясь вот в таком замкнутом пространстве со всевозможными лабиринтами, он показывает на самом деле, кто он есть. И потом, уже выйдя на поверхность, ты делаешь себе вывод, нужен тебе этот партнер или не нужен этот партнер. А уж потом, соответственно, нужно идти регистрировать свой брак. Это один из экстремальных туров. Вообще, когда ты выезжаешь, любое путешествие – это своеобразный экстрим. Думаю, многие воспользуются этим предложением. У нас по пятницам появилась новая традиция. Мы дарим подарки не только телезрителям, но теперь и гостям. И вот наш подарок вам от наших партнеров в компании Тиандэ. Индивидуальная линия ухода за телом, линия для ухода за телом. Вот, так что наслаждайтесь. Очень приятно, очень приятно. Спасибо. Радуйтесь. Спасибо и компании Тиандэ, и вам спасибо. И напоследок хотелось бы услышать ваши пожелания нашим телезрителям. Нужно помнить одно, что ваше здоровье зависит в ваших руках. А хорошее здоровье – это прежде всего хороший отдых. Путешествуйте как можно больше, доставляйте себе как можно больше удовольствия. Любите себя и отдыхайте с нами. Спасибо вам. Хорошего дня и отличного настроения. Спасибо. Игорь Угольников родился в Москве в семье инженеров. Очаровательный худой, длинноволосый юноша в школе сидел один за первой партой у самой двери. Хотя в школе он был случайным гостем, так как все время прогуливал. Потому что то занимался в театре, то ходил на хоккейные тренировки. На столе у него не было ни тетрадок, ни учебников. Лежала лишь одна толстая книжка – английские пьесы. И в школе Угольников читал только свою личную литературу. Учителя на это закрывали глаза, его не трогали, потому что это было бессмысленно. Да и всем было ясно, чем он будет заниматься по жизни. Нашей съемочной группе этим летом удалось взять в него интервью. Полную версию смотрите в субботу в 20.45 в программе «Крупным планом». А пока небольшой отрывок из этой программы. Чеканья – шаг, выйти на площадку перед сотней людей и командным голосом произнести свое имя. Отсюда не забирают на фронт, это всего лишь кастинг. Отбирают девушек на роль в новом фильме «Батальон смерти». Во-первых, то, что я прошла вот в этот главный состав, я уже очень рада. И сказали, что позвонят, наверное, ну, как бы телефон записали. Просто сказали спасибо, что пришли, до свидания. Ну, им, наверное, просто были высокие, славянская, я чуть-чуть ниже, и не славянской внешности. Ну, так, ничего страшного. Претенденток на роль второго плана предупредили сразу. Для съемок нужно будет постричься. Налысо. Девушек это не смутило. Те девушки, которых мы отобрали, они как будто сошли с фотографии 2014 года. Сошли с фотографии 2014 года у них, там, например, я выбрал для себя трех девушек, у которых исходит вот этот невероятный магнетизм того времени. О чем же фильм? О Первой мировой войне, мужестве женщин и жестокости времени. Идея Игоря Угольникова. В прошлом ведущий юмористических программ, в настоящем продюсер фильмов о войне. Почему его заинтересовали незаслуженно забытые сражения столетней давности и когда выйдет новая картина, узнаете в субботу в программе «Крупным планом». Казалось бы, мы так долго ждали выходных, и вот, когда они уже совсем близко, мы не знаем, что делать. На домашние хлопоты мы, конечно, потратим немало времени, но все же хочется культурно отдохнуть. Для тех, кто предпочитает разнообразно отдыхать, Екатерина Алексичук и рубрика до понедельника. Пятничный вечер меломанов украсит фестиваль этноджаза, в котором примут участие исполнители из разных стран мира. Это США, Мали, Австрия, Чехия. Неизменными участниками фестиваля станут любимцы преднестровской публики государственный квинтет Либерти. Итак, гостей культурного центра Дворец Республики сегодня, 27 сентября в 18.00, ждут джазовую импровизацию на различных национальных музыкальных инструментах. Любители ретро-шлягеров, обратите внимание на календарную дату 29 сентября. В Большом зале Дворца Республики состоится выступление легендарного инструментального ансамбля «Лейся песня». Только в оригинальном исполнении вы обязательно услышите «Настоящие хиты 80-х». В субботу туристическая компания «Рио» предлагает выбраться за пределы республики и отправиться в путешествие по стопам 5 миллионов туристов. Именно столько ежегодно в сезон с мая по ноябрь посещают парк «Софиевка», что находится в Умане. История парка насчитывает уже 217 лет. Ровно столько лет назад польский магнат, некоронованный король правобережной Украины граф Станислав Потоцкий приказал выстроить сей шедевр для своей возлюбленной гречанки Софии. Для любимой он не поскупился выкупить 180 гектаров земли, собрать здесь самые экзотические цветы и деревья, создать роскошные аллеи, водопады, гроты и фонтаны. Обо всем этом от опытных гидов вы узнаете уже в эту субботу. В кино из новинок вы увидите драматический триллер «Пленницы», премьера которого в столичном кинотеатре состоялась буквально вчера. В Приднестровском государственном музее города Бендеры продолжают действовать следующие экспозиции. Новый проект четыре фотохудожников Зотиевых, лица провинции, а также раритет и гордость фонда музея. Экспозиция «Избранная», в состав которой вошли пейзажи и натюрморты самобытного мастера живописи Константина Пламодьяла. Запомните эти выходные. Она триумфально ворвалась в шоу-бизнес в 2007 году, выпустив успешный альбом и снискав любовь суровых британских критиков. Однако, настоящая популярность обрушилась на нее относительно недавно. Сегодня вы узнаете о главном триумфаторе 2011 года, невероятно одаренной исполнительнице, первоклассном композиторе, обладательнице премии Грэмми и самого продаваемого альбома последних десяти лет Адель. Мне кажется, есть исполнители, чей талант виден сразу. У кого-то он проявляется в невероятной по своей силе энергетике. Кто-то, исполняя песню, устраивает на сцене настоящий спектакль, и ты проживаешь эту музыкальную историю вместе с ним. Иногда дело в голосе, иногда в невероятной притягательности композиций, которые исполнены этим голосом. Почему у каждого свой секрет? Мне сложно сказать, что именно покорила меня в героине моего сегодняшнего рассказа, но, на мой взгляд, ее творчество не может оставить равнодушным. Собственно, судите сами. Субтитры создавал DimaTorzok поет Адель, поет весь зал и поет весь мир, который она сумела покорить. Что-то в ее жизненном пути сродни истории Золушки. Ведь с самого начала своей карьеры Адель была той певицей, песней и образ, которые никак не укладываются в устоявшиеся каноны шоу-бизнеса. Да и выросла будущая звезда в одном из северных районов Лондона, Тоттенхеме, который благополучно не назовешь. Но это не мешало талантливой и целеустремленной девушке идти к своей цели. Адель решилась отправиться на прослушивание в знаменитую лондонскую школу исполнительского искусства и технологий. Эмми Уайнхаус, Леона Льюис и многие другие начинали там свой творческий путь. К ним присоединилась и Адель. У нее появилась возможность учиться музыке у лучших педагогов Британии. Субтитры создавал DimaTorzok Это первый сингл певицы Hometown Glory, который появился на свет в 2007 году. Тогда ограниченным тиражом, но уже год спустя был переиздан и номинирован на премию Грэмми. И эта история успеха начала набирать обороты. А за год до этого Адель, получив домашнее задание, записала несколько демоверсий своих песен. Без ее согласия друг Адель разместил их на социальном сервисе MySpace. Прошло совсем немного времени и в квартире Адель раздался звонок из британской звукозаписывающей компании. А это уже первый настоящий хит композиции из дебютного альбома певицы, название которого соответствует тому возрасту, в котором Адель начала над ним работу 19. Именно этот альбом принес исполнительнице первые премии миллионной продажи пластинок и мировую славу. И все же главные достижения были еще впереди. Выходит второй альбом 21 и Rolling in the Deep. И это был блестящий успех. И здесь впору будет сказать, что Адель стала первой со времен Битлз исполнительницей, которой удалось занять сразу две строки в первой пятерке альбомного хит-парада и в чарте синглов. Сильный голос и шикарный вокальный диапазон. Уже одного этого порой бывает достаточно. Но в Аделе примечательно еще и то, что она сама пишет свои песни. За каждым текстом ее жизнь, эмоции и личное восприятие мира. Быть может, именно поэтому они и звучат так проникновенно. Играет музыка Это, к слову, второй сингл из альбома «21». Музыкальные критики без преувеличения называют сборник гениальным. Хотя бы потому, что пластинка не содержит ни одной проходной композиции, сплошь хитовые треки, которых бы вполне хватило еще на несколько лет полноценного и успешного существования. Ну а последний успех Адель датируется нынешним годом. Среди ее наград появился Оскар за саундтрек к фільму о Джеймсі Бонзі. Музыкальные критики Сейчас Аделье всего 25 лет, а она уже одна из самых успешных исполнительниц современности. Как мне кажется, в ее случае это вполне заслуженный результат. А мы с вами еще станем свидетелями ее блистательных побед. Он изменил мир, заставив всех пользоваться его устройствами. Может, в это будет сложно поверить, но Стив Джобс ничего не изобрел, и он не был ни инженером, ни ученым. Но именно благодаря ему мы звоним с айфона, слушаем музыку с айпода и бороздим сети с планшетом айпад. Причем практически все три устройства связывают вас с внешним миром и предоставляют уникальные мультимедийные возможности. Он был не просто бизнесменом, он был мечтателем и с уверенностью шел к осуществлению своих желаний. И когда-то желание дать возможность каждому из нас иметь персональный компьютер произвело настоящую революцию в мире компьютерной техники. Сложно с такой судьбой не стать героем фильма. Яблоко. Этот фрукт уже давно вошел в историю. Ньютону он подсказал закон о всемирном тяготении, а Стиву Джобсу ввиду слабого воображения совета директоров название одной большой компании. Айфон, айпод, айпад все эти вещи уже стали неотъемлемой частью нашей жизни и всем этим мы обязаны Стиву Джобсу. В память о нем и о его свершениях в этом году на свет появился фильм Джобс «Империя соблазна». Класс! Над чем колдуешь? Это компьютерный модуль, который подрубается к телеку и выводит изображение. Режиссером фильма-биографии о хиппи, который стал миллиардером, является Джошуа Майкл Штерн. Премьера фильма состоялась еще 27 января на фестивале Энденс, а 19 сентября фильм вышел на широкие экраны в России и еще нескольких странах мира. Роль человека, заглянувшего в наше время еще в 80-е, исполнил Эштон Катчер. У бывшего мужа Камеран Диас, по его словам, было четыре веские причины, почему он не мог отказаться от этой роли. Во-первых, его личность меня сильно интересует. Читая сценарий, я не мог отделаться от ощущений комка, застрявшего у меня в горле. Я представлял, как эту роль будут играть актеры, которым нет дела до Стива Джобса. Учитывая, что этот фильм его в какой-то степени увековечит, мне хотелось, чтобы это было сделано максимально достоверно. Во-вторых, я испугался. Сыграть человека, который не просто существовал, но жил в ногу со временем, оказав огромное влияние на современность, это большой риск. Впрочем, я уже давно понял, что наибольшее вознаграждение во всех смыслах этого слова я получаю, когда иду на риск. В-третьих, это отличный шанс совместить приятное с полезным. Последние пять лет я получал деньги в основном за счет своих инвестиций. А решиться на роль значит в ускоренном режиме изучить все, что связано с фильмом. К примеру, я провел много часов, штудируя историю всего, что связано с Apple, вплоть до технических особенностей, разработанных Джобсом изобретений. Кроме того, у меня появился шанс пообщаться с некоторыми коллегами Джобса, светилами в мире технологий. В-четвертых, мне очень нравится идея фильма. Я думаю, что необходимо внушить молодым людям, что, приложив должные усилия, они смогут всего добиться. Важно помнить, что Джобс не всегда был тем, кем мы его помним по последним годам жизни. Он пришел к этому путем кропотливого труда и многочисленных ошибок, которые не заставили его опустить руки. Благодаря этим четырем причинам мы можем наблюдать блистательного Эштона Катчера в роли Джобса. В ближайшем будущем эта картина будет и в нашем кинотеатре. Не пропустите, фильм стоит вашего внимания. Если мы беремся, за это нам нужно название. Apple. Это все, что мы успели вам показать и рассказать этим утром. Пятница, пожалуй, самый любимый день недели. Ну, конечно, после субботы и воскресенья. Так что проведите его достойно. Утренний эфир прощается с вами до вторника. Утро пятницы провели с вами Ольга Яковенко и Дмитрий Доброхотов. Отличных выходных! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова